Как говорится, ребят, финалочка, еще раз всем здравствуйте, кто будет смотреть меня в повторе. А это ролик нашего дорогого, любимого Дмитрия Маслика, понимаете, посвященный вот этой вот проклятой вот этой куклой Аннабельчи, не Аннабель, короче, то, что ему привезли. Три дня он с ней в этом ролике пробует. Хочу-хочу-хочу-хочу! А перед этим, ребят, я хочу всех поблагодарить за то, что смотрите, ставите лайки, не забывайте тоже к Диману заходить, ссылочку оставил внизу в описании. Также всем напоминаю, то, что в описании к этому ролику, знаешь, что будет? Что будет, что будет, что будет! А в описании, ребята, к этому ролику будет, знаешь, что? Самый лучший, самый прекрасный, да, сервер. Вот, Sirus, World of Warcraft. Если уж не сложно, мой хороший, зайди, пожалуйста, ткни вот играть бесплатно. Скоро стримы начнутся, вместе залетим. Да, у кого, конечно, время есть, может, на новогодних каникулах вспомним с тобой вот эти вот, как мы раньше, гоняли. Так что, ребят, ссылочка внизу в описании, переходите, скачивайте, играйте. X4 Sirus за Орду катаю. Так что, давайте, скоро смотр общий будет. Так что, давайте, качайте клиентик на ночь, как раз поставьте или на день. Вот, ссылочку оставлю внизу в описании. X4 Sirus, спасибо всем, кто со мной присоединился в этот мир. Мо, РПГ. Чай, пил и хавал, чтоб не отвлекаться во время моего любимого World of Warcraft на Sirus. X4, Алгалом. Поехали, ну, как говорится, поехали, да, в лес за орехами. Ой, сейчас начнется. Ну, давай. Перед просмотром ролика обязательно посмотри... Настолько интересно Димочку смотреть, что сегодня вообще, вот, должно быть, Escape from Tarkov. А мы с вами сидим, смотрим. Давайте, это, лайками поддержим. И меня, и его, и всех вообще. Спасибо. И комментариями. Да, от меня привет передавайте. Смотрите первую часть про куклу-экзорциста. И это, не забывай, вот, на примере Диму покажу. Вот видишь, что поведомления все стояли? Перепроверь, потому что Ютуб подписывает, не присылает там ни уведомлений, ничего. Так что, имей в виду. Мы не верим в мистику и паранормаль. Видео является экспериментом с попыткой развенчания мифа о том, что куклы, участвующие в обряде экзорцизма, могут повлиять на физическое и психологическое здоровье человека, находящегося с ним в одном помещении. Ну, смотрите, если уж совсем прям разбираться. Я думаю, что, ребят, мне так кажется, что все-таки, все-таки на физическое может быть нет, а вот на психическое состояние человека можно, в принципе, себя загнать, накрутить. Наверное, может такая куколка повлиять. Будут читать ваши комментарии. Интересно, интересно. Но неприятно было бы находиться в одном помещении с этой куклой, потому что есть история. Да, самонадрочка, самонакрутка, да, согласен. Вы что прикалываетесь? Если честно, я готов бы был на один эксперимент очень интересный, но напрашиваться я никуда не хочу и не буду. Я был бы готов просидеть всю ночь, может быть, даже сутки, один в помещении напротив этой куклы. Вообще, прям вот абсолютно все время. Мне безумно интересно. Просто вот одному сесть на какой-нибудь заброшке или еще где-нибудь, садить ее напротив и просто не отводить от нее глаз. Самое главное. То есть вообще. То есть ты сидишь просто постоянно смотришь на нее. Интересно. Если кто-то сможет организовать, я готов на это. Можно в полной кромешной темноте. Сяду я напротив и будет кукла стоять. Сяду славить можно. Спасибо. Какой-то чурен реально здоровый. Я сейчас без шуток говорю. Я без шуток говорю. Готов. Вот честно говорю, мне безумно интересно, какие эмоции человек себя испытает. Ты на полном серьезе? Да, я на полном серьезе. Ну, если это, естественно, не бутафория, а вот куклы реально с историей, я готов напротив сесть посидеть. То есть, ну, допустим, там 12 часов просто вот сесть и смотреть. Ну, естественно, моргать ты будешь волей-неволей. Но сидишь вот напротив, ты не встаешь, ничего, просто сидишь вот ровно на нее смотришь. Так, все, давайте. Давайте я со своим малышкой. Пиши Димону, ребята, у меня есть в друзьях в ВК, но напрашиваться на что-то я не хочу, потому что, ну, там у ребят своя тусовка и как бы такое. Но я готов на это. Просто в полная кромешная темнота ставятся два фонаря. Ставятся на куклу и на меня. Я просто сижу на нее смотрю в полной кромешной темноте. Вот как Димон с коляской снял. И хочу увидеть... С один на один сочистой? Да, конечно. Ночь можно просидеть. С девяти до... и пока не светает. Я на три ночи заперт в квартире вот с этим. Три ночи провести здесь никаких вопросов. Но когда ты знаешь во время сна и во время процесса засыпания, что буквально в нескольких метрах от тебя находится объект, в который во время обряда экзорцизма вселился демон... Важный момент, важный. Я, соответственно, в течение дня ухожу, занимаясь съемками, своими делами и так далее. Я нахожусь здесь только в ночное время. Как мне сказали, чтобы освободить ее, надо, соответственно, разбить стекло. Финал, ребят. Сейчас посмотрим, чемок закончится. Это будет три интересные ночи. Я ничего сам не буду делать, но если кто-то готов это организовать, я вам так скажу, я готов на этот эксперимент. Мне самому интересно, какие чувства испытывает человек, когда, ну, так скажем, находится вот в такой ситуации. Я готов на это. Мне очень интересно самому. Это очень крипово, но можно. Ты гонишь, что ли? Только без спойлеров. Только без. По-братски. Зловещий долин. Это не новое название ролика про мои похождения по заброшенным местам. Так называют гипотетическую корреляцию между тем, насколько объект, например, кукла, похож на человека, и тем, какую эмоциональную реакцию он вызывает у людей. Простыми словами, этим эффектом объясняют, почему мы боимся антропоморфных кукол. Добавьте к этому различные страшные истории, связанные с этими игрушками, и получится настоящий ночной кошмар. Я думаю, что самая известная история жуткой куклы вам прекрасно знакома. Кукла Аннабе. 1970 год, США. Мама покупает дочери по имени Донна куклу в антикварной лавке. Дочери подарок нравится. Она постоянно носит куклу с собой и засыпает с ней в одной кровати каждую ночь. Но такой трепет кукле сохранился недолго. Всего через несколько дней в их квартире начали происходить странные вещи. Давай поиграем. Поехали. Данная игрушка, по легенде, которая базируется на реальных событиях, якобы запечатала внутри себя настоящего демона, который стал проявлять себя, когда игрушка попала в руки обычного ребенка. Жутко. Но по-настоящему подобных историй не просто десятки, а сотни. Оказывается, это была нормальная практика, когда экзорцисты использовали различные антропоморфные объекты, чтобы удобнее переселять туда различные сверхъестественные нечто. И мой шок был в том, что данные объекты реально продаются в интернете с различными документами, подтверждающими исторические события и предостережениями будущих хозяев, что они берут данную игрушку исключительно на свой страх и риск. Потому что, по их словам, она реально может навредить как психологическому, так и физическому здоровью нового обладателя. Какая же ты мразь! Заранее извиняюсь. Я за себя и за него извиняюсь. Заранее извиняюсь. Так. Ты будешь выходить? Гуден так, малиб, френдин. Ты будешь выходить? Их бин гейнюбер. Она еще, посмотрите, стоит так, как будто сейчас собирается наброситься. Наши друзья из ужаса Борхватнента приобрели подобный объект в Германии. Отправили нам, и я нарушил его покой в офисе Леши Столярова. Леша, сори. По идее, эта кукла, или, вернее, то, что находится в ней, блин, я не верю, что я в эту квартиру, должно проявляться с первой ночи нахождения в квартире. А я там проведу целых три ночи. Ну что, пошла жара. Ты куда полез? Алло. Давай, наверное, я дико извиняюсь. Дико извиняюсь, вот так тебе. Поверну немножко. Там в коридоре. Нафаня! Побежал. А кто-кто-кто-кто? Я слышу звуки у соседей. Но сейчас звук был отсюда. Почему я остановился? Было полное ощущение, что... Шатаются плафоном. Я не знаю, как я буду это делать, но попробуем поспать. Я не знаю, что я буду это делать. Я не знаю. Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима в курсе Если что, это я покадрово перелистываю А Дима в курсе вообще На куклу вот сюда вот смотрите Прям очень внимательно Это я каждый кадр Вас, блядь, ничего не смущает? Я что-то так подумал Игра света Света есть в чате? Светлана, напишите, пожалуйста Я тоже заметил Рука-голова Такое чувство, что открывается дверца Добро пожаловать Добро пожаловать Привет Алло Алло Алло, демон внутри Выходи махаться до крови губ Стоп Стоп, у нее... Блин, Дим Куда идти? Где сокровища? Мы явно сбились с маршрута Да не ссы Что нормально будет? Как-то нормально Нормально, нормально О, рельсу Рекламка, да Давайте я немножечко С вашего позволения Мои хорошие Подскип, ну Не, ну Ничего, строю рекламка Это Все хорошо Реклама Начинает замечать странности То голова повернута В другую сторону То она вообще лежит В другой позе Страх начал постепенно Заполнять девочку С этого момента Донна решила Оставлять куклу в гостиной Но каждый раз Находила ее В своей комнате В своей комнате Которую она Запирала на замок Стоп Стоп, у нее... Что там приключилось? Ребят, исправьте меня Мне казалось, что у нее левый глаз Правый, то есть Смотрит вправо Вот, а сейчас Вроде как бы Он сможет Еще в другую сторону Просто Блин У меня просто глаз этот Так, мать Давай-ка ты Она прямо на меня Смол Я весь в мурашках Ох, мать Эт Смотри, блядь Там гироскоп какой-то Что-ли внутри стоит Который, короче, влияет На всю эту историю Глазами Что, говорит, пьяный, что ли? Да нет, у меня глаз шальной Ха-ха-ха-ха Новый год, ёпта Что, пьяный, что ли? Естественно Новый год, настаёт Тихо, говорит, втащить ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Хочу уже идти. Я, знаешь, вот подойдите, с моей стороны, как это выглядит. Я на вас смотрю, поворачиваю сюда, и такой, чисто на меня пялит. Заигрывает, заигрывает. Твои глаза, такие чистые, как небо. Понимаешь? Смотри, смотри, смотри. Такая. А, да! Да-да-да, мы будем сегодня в твоем. Не, вообще без шуток я реально... Я не знаю почему, понимаешь? Ну, под сотню здесь, иди меня, пожалуйста. Ну, пульс, ну, в спокойном состоянии, пульс, иди туда. Ладно, давайте выключайте. Вот... Блин, мне так, пожалуйста. Чего? На нее посмотрю. Тебе что, настолько стрёмно? Да, ну, не, вот, смотри. Только нервы, не спустя. Помогите нам. Такие записки девочка начала находить рядом с куклой. Ее жизнь изменилась. Она как будто жила с демоном в одной комнате. И однажды... Кукла шевельнулась прямо при ней. Девочка испугалась и обратилась к медиуму. Он сразу понял, что в кукле заточен дух. Дух семилетней девочки по имени... Аннабелля. Ну, опять мы здесь. 160 на 100 у меня относительно недавно было давление, но я там немножко тоже перенервничал, правда. Но имеет место быть. С тобой, кицу моя. Криповая тема. Знаете, я сейчас немного бахеря, потому что в течение дня, когда я ходил и думал об этом, вот в этом полусонном состоянии, я себя ловил на мысль, что мне крайне дискомфортно. Такое чувство, что это была какая-то паническая атака на минималках. Но я вообще не думал, что это действительно так. У меня пульс херачит. Я не могу это контролировать. Я реально боюсь. Не-не, я за давление свое сказал. Я понимаю, что это пульс. Гути нахт. Майклайдет пуфен. У меня тоже давление было повышенное. Гути нахт. А пульс я не знаю сколько... Куда-то на елочку смотришь, куда ты вот пелишь все. Фрист майнер зелэ. Ах, я бин гигинюбер. Я бин фурзир. Фрист майнер зелэ. Что? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Что случилось? Отключился, наверное. Почему у меня пульс 0? Оторвался этот. Оторвался. Сука. Отпал датчик, блядь. Просто после фразы «Съешь мою душу» это крайне странно звучало, да? «Съешь мою душу». «Съешь мою душу». Это непонятно, но вообще пребыванием в их среде, так скажем, обитания или где они находятся, чем больше ты в этом месте находишься, тем больше их это раздражает. То есть ты можешь мимо пройти и ты ничего не почувствуешь. А вот если ты находишься долгое время в одном месте, то все больше, 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 больше начнет, так скажем, это. Но это кто верит? Я сейчас пытаюсь всячески по-немецки оскорблять вот это что такое? Ну, можно за долгое время реально начать себя загонять. именно за долгое время. На камеру смотрим? Реально на камеру смотрим, получается? Ты что, видеоблогер, что ли, да, тем маленький? Ты что, что-нибудь сделай, тварик, коль мы столько бабок за тебя отдали. Ну, сумма у тебя, конечно, просто разнос. Блиндомед, если ты хочешь рекламу в моем ролике, я, походу, знаю, куда ее ставить. Что хочу сказать? Ощущения действительно специфические у меня, как будто, знаете, вот перехватывают дыхание постоянно. Не могу понять из-за чего. Может, потому что я реально очень плохо спал предыдущую ночь, и мне вот реально хочется спать, и я сейчас борюсь с этим состоянием. И, может быть, это из-за того, что гукл с демоном, да? А как ссать? Да вот, твои, тут все свои. Что это такое? Что это такое? Что это такое? Что это такое? она просто упал под весом просто я вижу что она совершил сначала движения скатилась куда-то здесь другой немножко смутило но должна была в правую сторону падать давайте небольшой тест на внимательность часа пока дрова мотну сейчас секундочку а должна падать была в другую сторону вроде как просто упал под весом просто я видел что она совершил сначала движение скатилась куда-то нет не все нормально ровно правильно влево и не все что это такое что это за соседи что-то происходит прям это не страшно рухи равли припаса юбилу конечно садил бы я просто одно очень странное наблюдение тупое после нашей срачки вот с женщины которые дополнительно еще нас настроил у меня стал болеть правый бог надо сходить больницу да это больше уже само внушение я так думаю но ощущение что кто-то на пэс загадочным образом перемещалась по квартире но это не самое страшное донна утверждает что кукла напала на ее друга тушила его ночью и оставляла царапины тогда она обратилась к священнику а тот отправил ее к известным демонологом эду и лоррейн уоррен уоррен и посмотрели на куклу и согласились в кукле действительно заточен демон да 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 типа на елке игрушка упала очень похоже наверно я не ожидал что меня можно так загнать что такое но сегодня я наверное испытал впервые в жизни такой эффект что я захожу в помещение у меня просто начинается какая-то аритмия херачит сердце причем херачит от какой-то паники ты постоянно просыпаешься постоянно у тебя какие-то ощущения странные вообще я не могу поверить что я сейчас это говорю блять это сука кукла и вот из-за этого говно сейчас я не сплю же вторую ночь просто я не знаю как это прокомментировать это буду это просто игры мозгов игры разума которые выливаются вот такую херобой что ты говоришь они должны собрать лайки чтобы было продаж это сколько 500 600 тысяч лайков друзья если вы наберете это число мы снимем более масштабное продолжение потому что у нас уже есть идеи и есть объекты с которыми мы проведем наши эксперименты в общем друзья чтобы провести весь спектр экспериментов и перенести весь спектр эмоций с этим вот эзотерическим объектом я предлагаю третью ночь провести вместе с ней как говорится в одной кровать да я сейчас буду с ней спать друзья это действительно будет жестко друзья это действительно и понял принял вычеркиваем будет жестко друзья это действительно будет жестко сука если а потом смотрю материал я вижу что она в какой-то момент поворачивает башку или открывает глаза это будет конечно ну ладно давайте попробуем как и до и и ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, я бы... Да, нет, 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 нет. Просто съезжает с подушки хорош. Здорово, Гриш. Скатывается с подушки. КМФ. 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 Невозможно. Всегда еще раз с Новым Годом. Что за... Что это было сейчас? Кто здесь? Я заключусь, что вот оттуда прям вот чё, блядь, убежал. Удох. О, блядь, чё вы такое, блядь, чё ты, блядь, чё ты, блядь, чё ты, блядь? Уоррены забрали Аннабель к себе. Говорят, кукла убивает людей, прикоснувшихся к ней, или даже посмотревших в глаза. И по сей день кукла хранится в их доме, и мало кто смеливается подойти. Все знают ее ужасающую историю, только есть одно но. Но... Вся эта история... Ложь. Привет, чё, привет. Смотрите, с кем я сегодня, с Эдом Бризе. Привет. Привет. Ну, щас, а на... О, щас, а на... Сухая. У нее был. У нее был, я обратил тоже внимание, у нее, если это ботиночек, типа, но у нее уже был один он. Уже был один, второй просто упал, когда он с ней стоял. Башмак 100% раньше упал, 100%. Ребята, это же ее вошло. Я говорю, я не, 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 раньше упал. Я его уронил в какую-то... Я предлагаю третью ночь провести эшгар вместе с ней. Упал просто, не обратил внимания. Упал. 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 Субтитры создавал DimaTorzok У меня есть проблемы с кожей с детства и почему-то именно в эти дни, в эти три ночи, вот в тот момент я приходил в эту квартиру, ночевал там и уходил, у меня усиливались эти проблемы и это не просто синяки под глазами, это прям вот омертвевшая кожа. Несмотря на то, что я скептик и не верю в существование паранормального, звезды сошлись таким образом, что в этой квартире мне действительно было очень плохо. Это видно по моему вот нынешнему состоянию. Я не спал. Приступы паники. Я практически на 100% уверен, что это никак не связано с этой драной куклой, но я реально хочу закончить эксперимент. Что ж, я провел три ночи один на один с настоящей куклой экзорцизма. Впечатление так себе. Давайте сейчас попробуем разобрать все самые странные моменты, которые происходили в течение всего этого времени. И я думаю, что в конце мы сделаем вывод, имеется ли в этом объекте хоть что-то необычное или все-таки нет. Важный аспект. Вы видели мою реакцию после каждой из ночей. Если сравнить то, как я выгляжу, становится действительно страшно, потому что мое физическое состояние действительно ухудшалось. Да, это... Именно в этом помещении, в котором, по правке, я никогда не ночевал, у меня начинались приступы аллергии. То есть кожа зудела, кожа чесалась. Это видно, что со второй ночи у меня просто начинается какой-то ахтунг, когда я начинаю тереть глаза и так далее. Поэтому ничего удивительного в том, что мне становилось хуже, я там не вижу. Действительно, возможно, в помещении имеются различные аллергены. И, возможно, даже аллергены присутствуют в самой кукле, которые вызывают у меня такую реакцию организма. Плюсом можно взять то, что я не досыпал. Я действительно накрутил себя и из-за эффекта плацебо думал, что со мной находится в помещении что-то действительно очень необычное и страшное. Это видно по пульсу, который зашкаливал у меня. Чего? Блин, я посмотрел. Тебе что, настолько стрёмно? Представьте, сколько мы всего изучали, сколько я посмотрел фильмов. Потом разборки вот с этой женщиной, которая продавала куклу Вуду, которой необходимо кормить кровью. Это что такое вообще? Мне присылают вот эту куклу, запечатанную в боксе. Я ее должен разбить, чтобы выпустить демона. Это чистейшая математика по программированию собственного мышления. И вот я себя запрограммировал до подобного эффекта. У Уоррена известны исследователи паранормального, которые путешествуют по миру в поисках артефактов. Другими словами, они зарабатывают на этом. Они зарабатывают на нашей тяге к потустороннему. А теперь, посмотрите, как кукла выглядит на самом деле. Это тряпичная Энни, персонаж из книги. А история Аннабель украдена. Украдена из популярного в то время сериала «Сумеречная зона». Никакой Аннабель нет и не было. Это обман. А мы иногда любим быть обманутыми. Это чистейшая математика по программированию собственного мышления. И вот я себя запрограммировал до подобного эффекта. Теперь мы это отметаем и посмотрим на то, что происходило в самой квартире. Я дико удивлен, но оказывается, что в жилом помещении, а именно в этом ЖК, в котором находится и офис Лёша Столярова, и квартира, в которой я проживаю. Снимать реально сложнее, чем на заброшке. Потому что вокруг кипит жизнь. Соседи постоянно что-то делают, разговаривают. У них играет музыка, они что-то роняют. И это всё, всё записывается моими камерами и микрофоном. Половина звуков, которые вы слышали, происходили даже не в квартире, а в соседних помещениях. Вот, например, вам звуки того, как смывают за собой соседи. Охереть, как будто это происходит прямо в том же помещении, в котором я нахожусь. Более того, я хочу обратить ваше внимание на то, что я находился там только в ночное время. В течение дня Лёша Столяров там работал. Работала его команда. Соответственно, они брали, передвигали предметы, что-то ставили, устанавливали для съёмок и так далее. По собственному опыту, зная блогерскую студию, там всё на соплях. Поэтому абсолютно неудивительно, что пока я установил камеру в ванной, которая постоянно падала и шаталась, что и произошло в конце третьей ночи. Я случайно задел шторку, которая постепенно прямо в кадре у нас начала съезжать, съезжать, съезжать и в какой-то момент просто рухнула. Это совпадение. То же самое касается и осветительного прибора, который находился в спальне. Он находился вот в таком положении, прижавшись к стене. У него центр тяжести находится снизу. И, соответственно, он в какой-то момент встал, и в этом нет ничего удивительного. Слушай, с другой стороны, ещё надо объяснить, наверное, почему кукла упала. Ну а как она упала? Она стоит на своих поломанных ножках, вот этих вот всех, и просто взял и упал. Всё. Самый жёсткий момент, который действительно меня удивил, это то, как кукла стала двигаться. Друзья, это действительно будет жёстко. Друзья, это действительно будет жёстко. Друзья, вот присмотритесь к этим кадрам. Когда я в первый раз это увидел, у меня мороз пробежал по коже, потому что объект находится прямо в моих руках. И вдруг эта кукла поднимает голову. Друзья, это действительно будет жёстко. Если бы я был обывателем 30-40 лет назад, когда эти куклы были безумно популярны, я бы увидел вот такое, я бы, естественно, поверил в паранормальные свойства этого объекта. Но по-настоящему это всё резина. Как устроена эта кукла? У неё голова и конечности внутри соединены резинками. Очень плотными резинками, которые позволяют фарфоровую голову удерживать в определённых положениях. С точки зрения инженеров, эта кукла – настоящее произведение искусства. Когда я её взял в руки и переносил в коридор, её голова просто зафиксировалась в неудобном, очень дальнем положении. Резинка натянулась и при микродвижении просто отправила голову назад. И всё! Ничего суперпаранормального в этом объекте я не заметил. Да, есть определённые совпадения, которые, конечно, надо бы перепроверить, но для этого сверить 600 тысяч лайков и мы увеличим масштаб эксперимента в разы. Что ж, с вами было «Невероятно круто». Это Дима Масленникова. Поставьте лайк, напишите любой комментарий. Ну и, конечно, подпишитесь на этот канал, потому что до Нового года я вас ещё удивлю. Пока. О! Дальше будет ещё интереснее. Слушайте, ну очень неплохо. Если честно, очень жду. Интересно, что дальше ребята снимут. Под таким хорошим впечатлением нахожусь. Ребятам, всем удачи, ещё раз с Новым годом. Ну и ссылочку на Димона оставил внизу в описании. Субтитры сделал DimaTorzok